Официальные партнеры программы новости дня. Банк Восточный, торговая группа Абсолют, жилой комплекс Императорский. Новости дня. С событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты ТВКОМа. Сначала коротко о главных темах. Ремонтируют очень быстро, конечно, они молодцы, потому что с 65-го года этот трубопровод сделан в 65-м году. Три сотни домов, поликлиники, школы и детсады. Из-за коммунальной аварии ЖД район остался без воды и тепла. Знаете, до такой степени плесень сделали ремонт. Плесень, весь угол почти отваливается. Играют в прятки. Почему директор управляющей компании «Южная» не слышит жильцов вверенных домов? В конечном итоге мы получаем уже не опасный органический объект с высоким глазом опасности, а техногенный, технический, плодородный грунт. Новый оператор – новая система утилизации. Как в УАНУДе планируют сократить количество залежей мусора. Хорошо, что каждый раз приезжают, делают прививки. Вакцинация в разгаре. Ветеринары ездят по районам города и ставят домашним питомцам бесплатные прививки от бешенства. Начнем с последствий коммунальной аварии. Напомню, вчера вечером на улице Пушкина произошел прорыв на теплотрассе. В результате без горячей воды остались 292 дома, школы, детские сады и поликлиники. Сегодня свищ удалось обнаружить Инесса Дондукова с деталями. Теплоэнергетики обнаружили место, где произошел прорыв вчера в 11 часов ночи. Однако отключать ночью потребителей от тепла и горячей воды не стали. Поэтому было принято решение перенести отключение на сегодня 11 утра. Без горячей воды и отопления в таких условиях остались почти три сотни домов железнодорожного района. Впрочем, местные жители настроены весьма оптимистично и потерпеть готовы. Ремонтируют очень быстро, конечно, они молодцы, потому что с 65-го года этот трубопровод сделан, в 65-м году. И никто его в 87-м году был капитальный ремонт и больше его не ремонтировали. А сейчас смотрю, они прямо столько выкопали зима в таких тяжелых условиях и тем не менее работают день и ночь. Вообще молодцы. Я думаю, что как они наметили до вечера дать на 6 часов, я думаю, что они справятся. Потому что очень хорошо. Вот прямо раньше как-то смотришь, еле-еле два-три человека ходят. А здесь такая большая бригада у них. Под отключение также попали социальные объекты. 13 детских садов, 6 школ и 4 медицинских учреждения. Из-за аварии даже отменили занятия со второй смены в пяти школах. Еще одна школа, все детские сады и поликлиники работают в штатном режиме. По словам специалистов, температура в них соответствует всем нормам. Аварию устраняют 25 человек и 13 единиц спецтехники. Поврежденный участок, признаются работники, довольно-таки сложный. Извес сети тоже достаточно большой. Работы были затруднены также и кабельными линиями. Достаточно большое количество каменных линий. Работы изначально проводились вручную, потом уже подключили технику. Плановое время отключения 6 часов. После этого планируем поставить тепломагистраль номер 3 на циркуляционный режим. В настоящее время выполнили откачку воды с ямы. И выполняем работы по сварке. По сварке где-то еще работа часа на 2-3. И после этого уже начинаем заполнение тепловой сети. Отметим, жильцы, попавшие под аварийные отключения, могут подать в ТГК заявление о перерасчете. В случае, если теплоэнергетики сделать перерасчет откажутся, обращаться нужно в жилищную инспекцию. Ситуацию на контроле держит лично исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ. На своей странице в Фейсбуке Игорь Шутенков сообщил, что завершить ремонтные работы на поврежденном участке планируют сегодня до 19 часов. Инесса Дондыкова, Сергей Костенко, Новости дня. И как только что стало известно, во все 292 дома, а также в школы, поликлиники и детские сады, тепло и горячую воду дадут сегодня до 11 часов вечера. Прорыв удалось устранить. Ремонтные работы в районе жилого дома по улице Пушкина окончены. Немало коммунальных проблем у жителей дома по улице Шумятского. Люди замерзают в квартирах и вдыхают пары плесени. Наша съемочная группа пыталась добиться ответов от директора управляющей компании, однако на радушный прием рассчитывать не пришлось. Пенсионерка Галина Табинаева замерзает. Батареи горячие, квартира холодная. Ну вот смотрите, у меня в ванной комнате, вот это я считаю, что вот это грибки. Мы сколько вытираем, оттираем, все равно они появляются также. Из-за холода, думаете? Конечно, у меня вот эта северная сторона. В этот дом на Шумятского пенсионерка заехала в 90-е годы и выясняет отношения со своей управляющей компанией уже больше 20 лет. Для наглядности Галина Табинаева ведет нас на улицу, чтобы мы воочию увидели обмерзшие стены ее квартиры. Вот у нас вот это, смотрите, кружак. И вот весь, все тепло, видим, сюда уходит, раз они образовались, я так считаю. Это всю зиму, да? Всю зиму, да, всю зиму так. И это не первый год, это я более 20 лет живу с этими друзьями. Утеплять управляшка никак не хочет? Я полагаю, что нет. Потому что я сколько раз обращалась. Вместе с пенсионеркой отправляемся в ООО «Южный». И именно эта управляющая компания обслуживает дом. И здесь нас очень рады видеть. Правда, не сотрудники. Я тоже пришла жаловаться. Да, на что жаловаться? Беру документ, чтобы дома холод, Гармай, 18. Знаете, до такой степени плесень сделали ремонт. Плесень, весь угол почти отваливается, уже все отходит. Чернота уже пошла на потолок. Ребенок проболел бронхитом, пролежал в больнице. И толку нет никакого. Звоним, никто не отвечает. Реакции нет. Лужи воды стоят в углу, представляете? Тряпками все залаживаем. Это ужасная ситуация. Очень тяжело и страшно, потому что дети уже начинают болеть такими большими болезнями. А сотрудники приходили, смотрели? Нет, ни разу не было никого. Ну вы заявку тут уже не делали. Как это не делали? У нас такой заявки вообще нету даже. Плесень в квартире Кристина сняла на телефон. И показывает сотрудникам Южного, которые все не могут дойти до их дома. Как и до пенсионерки с Шумятского. Толку никакого нет. Вы на крышу отправляете каких-то двух дяденек, они туда трезвые заходят, а выходят оттуда уже никакие. Чтобы разобраться, почему управляющая бездействует, ищем ее директора. Только что Светлана Найданова была на месте, но вдруг таинственным образом исчезла. А замдиректора тоже нет? Я не знаю, покажите, как он выглядит. Я же не знаю. Я прошла все кабинеты, у вас все пусто. Хотя бы заманом дайте или кого-то. Как-то надо разбираться. Я так поняла, вы как мастер не можете нам ничего сказать, да? Это не ваша компетенция. Ну, плесень это же, жил фонд. Пока мастера отправляют жалобщиков в другие инстанции, кресло директора по-прежнему пустует. Куда она могла исчезнуть, не покидая здание, мы так и не поняли. Ни один человек в этой конторе оказался некомпетентен. Кому обращаться непонятно. Теперь будем знать, как работает ТО «Южный». В общем, мы берем эту ситуацию на контроль по этой квартире, по Шумятскому, и по квартире Погормаева. Сегодня в новостях сюжет будет не самый лучший про вашу управляющую компанию, потому что вы элементарно не можете ответить людям на вопросы. Я каждый год к вам обращаюсь. Через неделю мы приедем и проверим и ту, и другую квартиру. Хорошо договорились? Жаловаться на управляющую наши герои будут в жилы инспекцию. Кристина Тюнева не хочет, чтобы ее сын снова лежал в больнице. Пока же подростку приходится спать в спальне, где стены покрыты плесенью. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня. А вот с какой стороны проявит себя новый региональный оператор, который займется вывозом мусора в нашем городе, пока вопрос открытый. Техника есть, технологии утилизации будут самыми продвинутыми, уверяют в компании. В какую сторону при этом изменится тариф для населения, расскажем далее. Региональный оператор демонстрирует готовность техники. Собирать отходы будут 39 погрузчиков. Машины разного калибра, но даже маленькие мусоровозы способны перевозить в десятки раз больше груза, чем большие. Автомобили японского производства. Гидравлический пресс. Да, он утрамбовывает. Коэффициент прессования очень большой, поэтому влазит очень много мусора. Обычных стандартных 0,9 кубок контейнеров. Примерно сюда контейнеров 80-90 можно. Во сколько раз больше? Получается в 10 раз почти больше. Перерабатывать и сортировать все добро будут на мусоросортировочной станции. Ее запуск откладывали 10 лет. Совсем скоро шестеренки на этой центрифуге начнут работать в постоянном режиме. Планируется применить новый метод утилизации. Никакого запаха и гниения в земле. Чтобы избавиться от свалочного газа, отравления почвы и грунтовых вод, органический мусор за 45 дней превратят в так называемое техническое удобрение. В конечном итоге мы получаем уже не опасный органический объект с высоким глазом опасности, а техногенный, технический, плодородный грунт, который можно использовать только в технических целях. Например, если будет происходить рекультивация полигона, этот грунт можно использовать для выполаживания склонов. И потом на нем можно уже вырастить какую-то зеленую культуру, чтобы это было более эстетично, это как минимум. Можно использовать для формирования плодородного слоя на автомобильных дорогах, когда склон идет автомобильной дороги, можно тоже высадить газонную траву. Сортировка будет происходить в четыре этапа. Сначала все отходы попадают на ленту, далее их обеззараживают на специальном оборудовании и отделяют мелкие от крупных. Затем пускают под пресс. Что интересно, не во всех цехах труд автоматизирован. Предпоследний этап переработки отходов – мусоросортировочная линия. Здесь, в этом цеху, 20 человек будут вручную отбирать мусор, который в итоге пойдет на вторичную переработку. Станция рассчитана на переработку 40 тысяч тонн ТБО в год. Но есть и еще одна на улице Ботанической. Там мощность в два раза больше. Остался последний пункт – цена вопроса. Сегодня ночью произошло знаменательное событие. Для всех рекуператоров отменили НДС. Это 20% составляющих в тарифе. Это то, о чем говорил Алексей Срамбович, глава республики, что если НДС отменят, и мы как бы это успеем увидеть, то тариф для населения будет очень доступным. По сути дела, не изменится от сегодняшнего дня. Средний тариф район 75-80 будет. Таким образом, все эти чудеса с современной утилизацией мусора станут доступны лишь после утверждения тарифа РСТ. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев. Новости дня. Люди не должны переплачивать за вывоз мусора. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами нужно стремиться к тому, чтобы граждане платили только за фактически вывезенный мусор. Власти должны пересмотреть нормативы накопления отходов. Мусорная реформа сейчас активно внедряется в регионах. И Бурятия не исключение. Остальным Дмитрий Медведев посоветовал поторопиться. В Кабинете министров рассчитывают, что уменьшение налогов для региональных операторов позволит снизить тарифы для граждан. Еще одна наболевшая проблема – зараженные бешенством животные. Этой осенью ситуация в республике уже обострялась. Потому сотрудники управления ПЧС и ветеринары отправляются в рейды по частному сектору. Их цель – привить как можно больше домашних питомцев. Валерия Каратуева продолжит. Собаке по кличке Дружок уже почти пять лет. И на протяжении всей жизни ему приезжают ставить прививку от бешенства на дом. Хорошо, что каждый раз приезжает, делает прививки. Нам никуда не надо ездить. А вот, на дому сейчас делают. Так как собак прививают, конечно, это и нам удобно, и вам хорошо. И нам это обязаны приезжать и бесплатно это все делать. Нам легче и не боязно собак на улице встретить. Так как мы уже знаем, что они привиты от бешенства. Вакцинируют бесплатно не только собак, но и домашних кошек. Так сегодня полезно. Не все люди могут приехать в ветеринарку и везти свои животные. Это хорошо, что приезжают и ставят им бесплатные прививки. Как утверждают ветеринарные врачи, прививки от бешенства животным нужно ставить каждый год. Такие рейды мы проводим ежегодно. Получается, независимо, лето, зима. Все согласовывается с администрацией. И по этому графику мы отрабатываем уже районы. Прививать домашних любимцев, конечно, нужно. Но все-таки главная задача была другая. Управление по чрезвычайным ситуациям провели беседы с хозяевами животных по пожарной безопасности. В ходе профилактического рейда была проведена бесплатная вакцинация животных. А также одна из первоочередных задач управления по ЧАЭС была профилактика бытовых пожаров, которые на данный момент наиболее актуальны в зимний период времени. С завтрашнего дня профилактический рейд будут проводить уже в железнодорожном районе. Валерия Каратуева, Вячеслав Батоев. Новости дня. Дальше рубрика «Горячая линия». В ней сегодня обошлось без пожаров. Расскажем про разбойное нападение на отчету пенсионеров в селе Выдрино. Почему злоумышленники выбрали пожилую пару и чем хотели поживиться, знает Баттер Ламбаев. Грабеж в селе Выдрино. Инцидент произошел 13 февраля. В дом пожилой паре ворвались двое злоумышленников. Двое неизвестных, скрывая лица масками, ворвались в жилище пенсионеров и, угрожая ножом и топором, отняли ювелирные изделия, сотовые телефоны, 300 рублей и коллекционные значки. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников на следующий день. Ими оказались ранее судимые односельчане. Все вещи, за исключением денег, оказались в доме одного из задержанных. За что задержаны? За грабеж. Что украли? Все уже отдали. Что украли? Золото. И все? Ну видите, не дали все. Сейчас грабители находятся под стражей, ведется следствие. Наркопреступность на контроле. Полицейские отчитались о проделанной работе за прошлый год. Всего сотрудниками ведомства было составлено 1249 протоколов. При общем снижении уровня наркопреступлений в некоторых районах замечен существенный рост. Рост выявленных административных правонарушений наблюдается в Тарабагатайском районе аж на 85%. В Селенгинском районе на 43%. В Иволгинском на 13%. И в городе Улан-Дэ на 26%. При этом специалисты говорят о снижении числа состоящих на учете людей. На сегодня эта цифра составляет 1175 человек, средний возраст которых от 25 до 40 лет. Также полицейские рапортуют об уменьшении территории, где произрастает дикорастущая конопля. Так по сравнению с 2012 годом, в 2018 году данный показатель у нас уменьшился на 59%. На сегодня мы в 2018 году было зарегистрировано 2389 гектар дикорастущей конопли. При этом площадь обследованной территории по республике увеличилась на 176%, до 1 млн 235 гектар. В этом году работа будет продолжена. Для 11 районов Бурятии будут выделены средства из бюджета республики в размере 2 млн 100 тыс. рублей. Еще столько же должны будут выделить районные власти. Батар Ламбаев, Жаргал Сариндашиев, Новости дня. Гостиницы Бурятии в очередной раз проходят классификацию. Как выяснилось, удовольствие это не из дешевых. И за свои звезды отелям нужно будет заплатить. Кому и сколько, выясняла Мария Латышева. Спасибо. Открывают двери швейцары сегодня не во всех отелях Улан-Удэ, а только в особенно дорогих и пятизвездочных. Кстати, свои пять звезд сегодня в Бурятии подтвердил только один отель. И находится он вовсе не в Улан-Удэ, а в северо-байкальске. Александр Лукьянчиков открывает двери гостям отеля уже три года. Говорит английский язык. Швейцару знать не обязательно, но берут работать в дорогой отель не каждого. Какие-то простые фразы знаете, там, да, эти «здрасте», «до свидания», да? А, ну некоторые, да. Нихао. Нихао. Ну скажите, вообще сложная работа швейцаром? Да нет, не сложно. Не сложно? Да. Ну надо людям улыбаться, наверное, постоянно. Ну да, улыбаться, быть приветливым. Да, если будет грустное лицо, скажет, какой ты недовольный лицо. Ну да, конечно. Уже буквально через два года классификация станет обязательной для всех гостиниц. Раньше эта процедура была добровольной и зависела исключительно от амбиций владельца отеля. Хочешь звезду – заявляйся. Теперь право присуждать звезды нашим гостиницам получил Бурятский центр испытания качества продукции. Раньше этим занималась только организация «Байкальское гостеприимство». Гостиницы, которые мы проверяли, скажем, опять в кавычках проверяли на классификацию, то есть проводили саму процедуру классификации, они боялись, они думали, что это проверки как бы такого рода, как Роспотребнадзор, что-то такое. На самом деле процедура классификации – это большей частью помощь гостинице для того, чтобы они узнали свой уровень, увидели уровень своего персонала. В первую очередь сертификацию должны пройти гостиницы, в которых больше 50 номеров. В Улан-Удэ таких 123 плюс 15 хостелов. Успеть должны уже до 1 июля. Выбрать, у кого проходить эту самую сертификацию, владельцы гостиниц могут сами. Принуждать никто не будет. Бывали случаи, когда сертифицировали наши гостиницы. Московская ассоциация. Чем отличается? Она теперь обязательна по классификации, добровольная по сертификации, а в плане выбора органа по аккредитации они остаются в праве сами это делать, выбирать. Сертификат звездности гостиницам дается на три года. Потом его нужно подтверждать. Но все зависит не от категорий, а от количества номеров. Так что купить звезду просто так не получится. Чем больше номеров в гостинице, соответственно, тем дороже стоят услуги по прохождению классификации. Ну, на самом деле процедура не очень, так скажем, дорогая. Начинается где-то от 20 тысяч и до 200. Самый главный плюс сертификации, говорят специалисты, это еще раз убедиться в безопасности гостиницы. Ведь смотреть будут не только на персонал и комфорт номеров. Мария Латышева, Жоргал Цинедашиев, Новости дня. Почему по Улан-Удэ бродил черный козел с лентами на рогах, расскажем во второй части выпуска. Вот о чем еще после рекламы. Это должно, конечно, сохраняться в памяти народа и передаваться с поколения в поколение. Проверили знания истории. В Улан-Удэ школьники приняли участие в военно-интеллектуальной игре. И первые пару лет мы организовывали это в нашей школе, но несколько лет назад мы решили привлечь другие школы. Закружили в танцы. Старшеклассники железнодорожного района собрались на зимнем балу. Год новый, а планы старые. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Кредит в Банке Восточный. До миллиона на ваши планы по ставке 9,9%. Чтобы успеть больше в новом году. Покупай в Абсолюте выгодно. Ящик для инструментов. Всего 199 рублей 99 копеек. Абсолют гарант низких цен. Подарки бывают разные. Милые и забавные. Щедрые. Памятные. И долгожданные. Но некоторые больше, чем просто подарки. Жилой комплекс императорский. Начало новой жизни. Внимание всем. К 8 марта тюльпаны российского производства. Высокий стебель, большой бутон. Принимаем корпоративные заявки. Делаем букеты. 6, 7, 8 марта продажи в торговом центре Мегадом. Возле магазина все для дома. Звоните. 5, 7, 0, 7, 60. 5, 7, 0, 7, 60. Весь январь и февраль в Озорнике. Скидка на зимние куртки и пальто 50%. Завод натяжных потолков линии НЕПА в честь своего десятилетия объявляет. Шок цена. Всего от 340 рублей за квадратный метр безупречного качества. Телефон 307-307. Вы смотрите новости дня. Это прямой эфир. Продолжим. Почему аэропорт Байкал портит имидж республики? Ответ на этот и другие вопросы ищут свежие еженедельники. Каждую среду в нашем эфире рубрика «Пресс-обзор» и самые интересные заголовки и статьи. Газета «Молодежь Бурятии» критикует работу Улан-Уденского аэропорта Байкал. По мнению издания, воздушные ворота Бурятии далеки от нормального, комфортного и цивилизованного качества обслуживания клиентов и являются тормозом для дальнейшего развития въездного туризма в нашем регионе. Особый негатив вызывают методы работы платной парковки аэропорта. Просрочившему бесплатные минуты, чтобы оплатить, нужно выйти из машины и бежать к специальному устройству метров сорок. Но это не все. Там оплата только наличными. Их, понятное дело, у многих может просто не оказаться. Тогда нужно преодолеть еще метров четыреста до банкомата в зале прилета, где, вероятно, можно оказаться еще в одной очереди. И все это время машина человека стоит у шлагбаума, поскольку не сдать назад, не отъехать в сторону возможности нет. Все подъехавшие позже оказываются заложниками дурацкой ситуации. Сидят и ждут, когда пройдут их бесплатные минуты. И они также попадут на деньги, чтобы пополнить чей-то бюджет, возмущается улан-удэнский таксист Владимир. Газета «Номер один» рассказывает о ритуальном черном козле, недавно напугавшем некоторых жителей Улан-Удэ. Животное с разноцветными лентами на рогах, как неприкаянное бродило по улицам столицы Бурятии. Обряд, где используется такой козел, проводят для снятия родового проклятия. То есть, когда совершаются страшные вещи, например, убийство. Муж убивает жену или брат убивает брата и так далее. Чтобы снять генетическое родовое проклятие, с семьи этот козел дается в жертву пострадавшему. По сути, родовое проклятие переносит с человека на животное. При этом козла не убивают, а просто украшают и отпускают. Сначала увозят за город, а потом отправляют в том направлении, где находится родина человека. К примеру, если это иркутские буряты, то в сторону запада. Если джидинские, то в сторону юга. Мы делали очень много таких обрядов, и ни разу животное не возвращалось. Они куда-то бесследно исчезают. В данном случае этот обряд, видимо, не до конца доделан. Жертва не дошла. И поэтому сейчас этот козел просто козел. Никакой опасности он не несет. Если бы он стал жертвой и обряд был бы сделан верно, тогда бы он исчез навсегда, уверяет шаманка Оксана Ким. Это же издание опубликовало эксклюзивное интервью исполняющего обязанности сити-менеджера Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Игорь Юрьевич поведал интересные подробности из своего детства и юности. Рассказал историю любви к своей супруге. Первая встреча была совершенно случайной. Мы шли навстречу друг другу по бульвару Карла Маркса. Смотрю, идет девушка, улыбается. А на щечках милые ямочки, задорные косички и платье в горошек. Я не удержался. Девушка, куда идете? К бабушке, отвечает. И пирожки несете? Она засмеялась. Мы перекинулись парой фраз и разошлись. Мобильных телефонов тогда не было. Да мы и не думали, что когда-то еще увидимся. Но спустя два месяца парень и девушка вновь случайно встретились в автобусе. Узнали друг друга. Но на этот раз Игорь решил забрать Наталью у подружек и предложил прогуляться. Так начинались отношения, которым в этом году исполнится уже 33 года. Тогда у меня зрение было уже почти минус 3,5. Но очки носить было как-то стыдно. Самое интересное, что ее я видел везде и всегда. Даже издалека сразу узнавал. Вспоминает Игорь Шутенков. Это были лишь некоторые интересные публикации свежих республиканских еженедельников. Надежда Хростова, Евгений Буянин, Алексей Щербаков. Новости дня. Что в имени тебе моем? Как выяснилось, этот вопрос волнует тысячи россиян. По данным Минюста, люди все чаще меняют записи в своих паспортах. Какие имена в списке непопулярных, а какие наоборот завоевали любовь молодых родителей, расскажем в нашем сюжете. Пока папа поправляет шапочку сыну, дочка уже уносит ноги. Эта неугомонная парочка получила весьма редкие имена – Амалия и Корней. Корней выбрала мама. У нас имя выбрало задолго до его рождения, до его планирования. Просто решили, что если будет мальчик, то будет Корней. У мамы зовут прадедушку Корней. В общем, поэтому… Ну и маме это имя очень нравится. Собственно, поэтому такое имя и выбрали. Как назвать девочку, решали уже совместно, говорит Александр. Обошлось без предысторий, просто понравилось, как звучит имя Амалия. И о своем выборе родители не жалеют. Ну и как бы они легко выговариваются, легко запоминаются. Поэтому никаких опасений, что их будет разнить или что-то их будет тяжело в жизни с такими именами. У нас никогда таких не было. Но, как выяснилось, выбор родителей устраивает далеко не всех. Только за прошлый год имя сменили почти 90 тысяч россиян. В Улан-Удэ эта цифра гораздо скромнее – около 500 человек. В 10% случаев их на это подтолкнули советы буддийских священнослужителей. Были такие родители, которые сами привели своих детей менять имя, чтобы перестали дразнить в школе. Другие озадачились переездом на запад и сменили бурятское имя на более удобное в произношении для жителей других городов. Вы когда-нибудь хотели сменить имя? Нет. А почему? У меня устраивает мое имя. А зачем? Что мать с отцом дали, то и нужно до конца жизни носить. Зачем менять? Не надо. А как вас зовут? Ульяна. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь хотели сменить имя? Имя? Да. Хотел. А как вас зовут и на какое имя хотели? Меня Галина. Я всю жизнь мечтала, почему-то еще в школе училась, думала, буду Альбина. Почему-то не знаю, вот хотелось. А сейчас мне не нравится это имя. Я не хотела менять свое имя, которое мама дала. Все. А вы? Нет, никогда. Мое имя мне нравится, хорошее. Хорошими именами, а значит и популярными, по словам представителя ЗАГСа, у молодых родителей сегодня считаются Артем, Тамир и Кирилл. Для девочек это Дарья, Айлана и Виктория. Такие женские имена встречались у нас. Николь, в честь актрисы Николь Кидман. Когда прошла Олимпиада, Аделина Сотникова победила. Был прямо всплеск имен Аделина. Каждая третья девочка была названа Аделиной. Некогда популярные имена Октябрина, Сталина, Дездроперма и Майя ушли в историю вместе с Советским Союзом. Если вы все-таки решили назвать ребенка необычным именем, учтите, что полет фантазии ограничен семейным кодексом. Нельзя применять цифры, бранные слова и должности. Ася Касьянова, Андрей Дармаев, Новости дня. В Улан-Удэ прошла военно-интеллектуальная игра среди школьников. Основной темой стала 75-я годовщина разгрома немецких фашистских войск в Ленинградской битве. Затем, как школьники справляются с заданиями, наблюдала наша съемочная группа. 900 дней. Именно столько длилась блокада Ленинграда. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. Многие умирали от голода и холода. Еле сдерживая слезы, школьники рассказывают о тех страшных событиях. Когда было очень тяжелое время, в Ленинград завозили четыре вагона кошек, так как там было очень много крыс. Они разносили инфекцию и раздали каждой семье, они им вылавливали. Около 25 школ встретились лицом к лицу, чтобы посоревноваться в знаниях у облака Ленинграда. Здесь нужно ознакомиться с таблицей, где записаны имена определенных героев Ленинградской битвы и сопоставить их имена с цифрами, под которыми записаны их краткие биографии. Как у вас получается? Да, получается. Все готовились, все мы достаточно подготовлены. Сопоставить имена героев с биографией было не единственное задание. Много вопросов и про другие этапы Великой Отечественной войны. С той целью проводится, чтобы формировать у наших детей чувство патриотизма, чтобы не забывали свою историю, чтобы не забывали, каким образом добывалась победа, какие решения перенес наш народ. Это должно, конечно, сохраняться в памяти народа и передаваться с поколения в поколение. Соревновались не только в знаниях истории. Школьники показали умение разбирать и собирать автомат Калашникова и продемонстрировали знания воинских званий. Валерия Каратуева, Жоргал Цариндашиев. Новости дня. Вальс, полонез и французская кадриль. Накануне школьники Улан-Удэ облачились в пышные платья и парадные костюмы, чтобы станцевать на ежегодном зимнем балу. Сколько времени понадобилось старшеклассникам, чтобы освоить изящные движения, расскажет Мария Кравцова. Вечер начался с театрализованного представления. На сцене «Три орешка для Золушки». Инициативные принцы и принцессы из 46-й школы сами воплотили сказку в жизнь. Мы постоянно проводим различные культурные мероприятия. И вот уже пять лет мы каждый год проводим ежегодный бал, зимний бал. И первые пару лет мы организовывали это в нашей школе. Но несколько лет назад мы решили привлечь другие школы. На приглашение откликнулись более двухсот старшеклассников из семи школ железнодорожного района. Готовились к балу три месяца. Репетировали на каникулах, выходных и после уроков. Как говорят учащиеся, было сложно, но оно того стоило. Это было довольно-таки весело, потому что это новый коллектив, считаю, мы его совсем не знали. И подготовка в школе была довольно-таки хорошим опытом, как для меня, так и для моих одноклассников. А после того, как мы познакомились с другими участниками вот этого мероприятия, то мы очень сильно сдружились. Помимо новых друзей, школьники обрели уверенность, научились держать себя, познакомились с танцевальной культурой и этикой. Главная цель зимнего бала – расширить кругозор учащихся и дать им возможность реализоваться творчески. Задача современной школы – это не только обучение, преподавание школьных предметов, но и, прежде всего, это воспитательная работа, организация занятости несовершеннолетних, обеспечение досуга, полезного досуга, художественное эстетическое воспитание школьников – приоритетно для нас. И сегодня, благодаря этому балу, мы сможем достичь поставленных образовательных целей. В этом году старшеклассники выучили вальс, сарабанду, алиманду, полонез, английскую и французскую кадриль и несколько танцевальных игр. В дальнейшем масштаб и программу зимнего бала планируют расширить. Мария Кравцова, Батогармын, Новости дня. На пороге весна, а значит, пора промониторить свой гардероб на наличие легкой куртки. Нет такой? Тогда смотрите наш следующий сюжет. Там подскажут, где ее купить. Время новшеств и модных экспериментов. Весна – лучший повод освежить и преобразить свой гардероб. Пора сменить тяжелую верхнюю одежду, например, на укороченную норковую шубу. Тепло бархатистого меха не даст вам замерзнуть, а длина мини позволяет носить ее как с юбкой, так и с брюками. Еще один универсальный вариант – джинсовки с меховой отделкой. Такая вещь точно не оставит вас незамеченной. Это просто находка. Меховые жилетки и шубки из песца прочно держатся на самом пике популярности. На расхват – насыщенная фуксия. Если вы давно откладывали эту покупку, то самое время брать. Тем более, что в салоне «Венера» на них скидки аж 20%. 20% можно сэкономить и на кожаных куртках – дерзкие байкерские косухи, выдающие крутой нрав, эффектные классические модели, цепляющие взгляд. Стильная обновка – лучший сюрприз к 8 марта. Причем такой подарок не ударит по карману, ведь на все изделия предоставляется расстрочка и кредит. Пожалуй, самый большой выбор курток, жилеток и шуб на холмсалоне «Венера». Три зала верхней одежды на любой сезон. Торговый центр «Фактор» – «Салтахина-18». Не переключайтесь, после программы «Новости дня» в 22.15 мы покажем вторую серию исторического фильма «Виктория и Альберт». Рассказ о легендарной королеве Виктории, которая правила Великой Британской империей. Но, несмотря на твердость характера, она все же оставалась нежной женщиной, связавшей всю свою жизнь с принцем Альбертом. На этом все. Еще раз коротко о главном. Три сотни домов, поликлиники, школы и детсады. Из-за коммунальной аварии ЖД район остался без воды и тепла. Новый оператор – новая система утилизации. В Улан-Удэ планируют сократить количество залежей мусора. Вакцинация в разгаре. Ветеринары ездят по районам города и ставят домашним питомцам бесплатные прививки от бешенства. Закружили в танцы. Старшеклассники железнодорожного района собрались на зимнем балу. Такова картина дня. Мы всегда готовы рассказать о самом интересном. Найти наши новости можно в социальных сетях и на сайте ТВ-кома. Мы ждем ваших комментариев об увиденном. С вами была Ася Касьянова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подарки бывают разные, милые и забавные, щедрые, памятные и долгожданные. Но некоторые больше, чем просто подарки. Жилой комплекс императорский. Начало новой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова